Сегодня глава республики Михаил Игнатьев встретился с участниками детского хора России. Напомним, в конце декабря в государственном Кремлевском дворце состоялся концерт «Димняя сказка», в котором участвовали более 600 человек, в том числе и 10 ребят из Чувашии. Вот так оригинально поприветствовали участники хора главы республики. Петься капелла у этих ребят получается на все 100. В этом недавно убедилась вся страна. Юлия Чепрасова, воспитанница Чебоксарской музыкальной школы имени Лукина и участница хора «Соловушки», выступила в роли солистки. Эмоции, их прям не передать словами, это прям ты стоишь и у тебя дыхание захватывает. Я стою, у меня онемели руки, я не чувствую рук, потому что я понимаю, что за мной такая сила, такая мощь. Когда ты поешь в большом хоре, ты поешь как будто бы в космосе, звук тянется, льется, и ты понимаешь, что быть частичкой этого хора – это большая ответственность, и гордость берет за себя. Михаил Игнатьев подчеркнул эти ребята яркий пример для подражания. Это практически золотая страница в вашей жизни, в вашем родословии. Поэтому низкий балкон родителям, бабушкам, дедушкам, учителям, тем, которые в школе с вами работают, и тем, кто дает вам дополнительное профессиональное образование. На встрече поговорили о перспективах развития музыкального образования. Например, в этом учебном году детей в музыкальных школах республики стало больше, в частности в хоровых классах. У нас котируется дополнительное образование. Мы, в принципе, на уровне Российской Федерации, в двадцатке лучших по всем параметрам. У нас входит в рейтинге 50 лучших организаций и учреждений топ-образования по всей Российской Федерации и учреждения города Чебоксара, и нам Чебоксарска, и даже комсомольская школа искусств. Работать в этом направлении в республике планируют и дальше. А участие в выступлениях такого уровня – отличная мотивация. Кстати, жители Чувашии смогут снова услышать уже полюбившиеся детские голоса. В этом году планируется выступление сводного хора в Чебоксарах. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин